Здравствуйте, дорогая Ада! Меня зовут Ольга. Хотела у вас спросить. У вас большой опыт, и явно вы видели и встречали разных людей с разными жизненными ситуациями. Видели ли вы настоящее чудо в своей жизни, чтобы человек, например, без образования и без знания языков нашел высокооплачиваемую работу, просто применяя ваши техники? Заранее благодарю вас за ответ. Ну я бы хотела с вами поговорить сегодня о чудесах. Прежде всего, добро пожаловать на очередную чашечку кофе со смыслом. И сегодня, в преддверии Нового года или в период Нового года и Рождества хочется в очередной раз задуматься о возможности чудес. А чудеса действительно возможны. И, возвращаясь к вопросу Ольги, я бы хотела его немного прокомментировать. Почему мог возникнуть такой вопрос? Бывают ли в жизни чудеса? Ну, например, что человек, как спрашивает Ольга, без образования и без знания языка вдруг получал высокооплачиваемую работу. И здесь, кстати, не имеет значения, применял ли человек моей техники или каким-то другим образом это у него произошло, перенастраивая себя и веря в то, что у него получится найти хорошую работу. Давайте я вам такой вопрос встречный задам. Вы когда-либо в своей жизни слышали о людях или такие истории? Встречали ли вы в вашей жизни такие истории, что человек без высшего образования и без знания языков получил высокоплачиваемую работу? И, конечно же, ответ «да», однозначно «да». В истории человечества, и не только в истории человечества, посмотрите вокруг себя, послушайте других людей, которые чего-то достигли. Нередко вы услышите, что их достижения были не благодаря их образованию, их языкам и так далее, а нередко вопреки обстоятельствам, вопреки общей логике, вопреки общим правилам. То есть очень часто успеха добиваются люди, которые действуют вопреки. Но вы знаете, я, например, никогда не видела, чтобы в хорошей стоматологической клинике работал зубной врач без образования и без опыта стоматолога. А как же так? А как же техники? А вдруг он будет применять техники? Ну, вы знаете, я бы очень не хотела попасть к стоматологу, который, применяя мои техники, без образования попал на это место врача. То есть вы понимаете, мир щедр, мир удивителен, мир полон чудес, но он не абсурден. И человек, который задается вопросом, как, не меняя себя, пойти туда, где эти перемены необходимы, он на самом деле задается следующим вопросом. Он задается вопросом, как мне в себя поверить? Как мне поверить, что если я пойду по этой дороге, для меня будут открываться нужные мне двери? Как мне поверить, что я достоин того пути, о котором я мечтаю? Потому что человек, который на сегодняшний день не обладает, предположим, образованием дантиста, не имеет этого опыта и даже не имеет средств это в своей жизни каким-либо образом себе позволить организовать, имея истинное желание, он туда попадет. Да, например, используем мои техники, но, опять же, дело не в техниках. Дело в том, как человек себя настраивает, как человек готов менять себя, менять свое мышление, делать то, что от него требуется. И, вы знаете, кто-то скажет, ну тогда любой человек может чего угодно достичь. Но, вы знаете, не любой, потому что не любой человек сегодня готов в себя поверить настолько, насколько он в фантазиях, пока не целях и не планах, а в фантазиях хотел бы себя видеть. То есть помечтают люди, как говорится, гораздо. Особенно, когда дело касается определенных материальных благ, какого-то статуса или какой-то личной жизни удивительной. А вопрос следующий — вы к этому сейчас готовы? Я не спрашиваю, знаете ли вы, как это вы сделаете или достойны ли вы этого? Вы к этому готовы? Вопрос готовности. В нашей жизни все определяется вашей готовностью, насколько ваша сегодняшняя личность или тот фантом личности, который вы сейчас создаете с, ну скажем так, неким заделом на завтра, насколько эта личность соответствует тому будущему, тому завтра, в которое вы идете. И еще раз скажу, что в этой жизни возможно практически все. Я постоянно, регулярно являюсь свидетелем чудес не только в своей жизни, не только в жизни близких мне людей, которые пользуются своим созидающим мышлением, своей способностью создавать осознанно свою жизнь. Еще раз скажу — чудеса постоянно происходят. Но также я получаю огромное количество ваших писем. Кстати, на моем веб-сайте есть целая страница, которая довольно плотно забита вашими историями о чудесах и переменах в вашей жизни. Жизнь щедра на подарке. И вы действительно можете сделать то, что вчера вам казалось невозможным, изменив свое мышление, но также, прислушайтесь внимательно, также имея готовность что-то для этого сделать. Потому что не устану это повторять, если человек не готов как-то меняться, как-то вкладываться в свои перемены, он не желает этих перемен, он о них размышляет, он думает, что он их хочет, думает, что он, наверное, их достоин. Но только человек, переходящий к действиям, имея эту решимость и решительность сделать первый, хотя бы первый шаг, вот он видит настоящие чудеса. Как только вы решаете сделать первый шаг, перед вами открывается возможность сделать еще один шаг, еще один шаг. И вам не нужно знать, откуда придут средства, откуда придут связи и прочие возможности. Даже ваши способности далеко не всегда вас имеются в нужном объеме, когда вы начинаете свой путь. Ваши способности, ваша личность разворачивается в том масштабе, какой масштаб вы себе планируете. Человек ограничен только своим воображением и своей настойчивостью. Если вы включаете свое воображение, вы спрашиваете «А что я хочу? Как я хочу?» и вы готовы с настойчивостью хотя бы по маленькому шажочку делать вперед, чудеса вам гарантированы. Нет, они невероятны, они не теоретически возможны, они вам гарантированы. И ваше мышление — это потрясающий инструмент. Чем больше вы готовы быть пластичны, то есть… Помните, про гибкость мы с вами не так давно говорили. Чем больше вы готовы быть пластичны, то есть понимать, что, во-первых, и вы можете измениться, во-вторых, и обстоятельства могут измениться, в-третьих, вы не знаете, на что способна Вселенная в ее стремлении помочь вам. То есть те пути, которые будут вам открываться, сегодня они могут быть совершенно для вас невидны, сегодня они могут быть совершенно для вас даже непостижимы. Но когда вы доверяетесь, когда вы идете вперед, когда вы держите в своей голове цель, вы не жалуетесь, не ноете, а вы с благодарностью и с неким предвкушением чуда идете вперед, чудеса будут происходить. Я искренне желаю вам в этом году в полном объеме ощутить свою способность создавать рукотворные чудеса. Мышление человека крайне важно. Именно поэтому я встречала и обратные примеры. Я встречала людей с образованием и со знанием языков, которые не могли себя реализовать. Я видела людей, которые идеально бы подошли к идеальной ситуации, но они не могли себя реализовать. Так вот, ваше состояние, ваше, скажем так, самовосприятие и то, как вы видите свое будущее, ведет вас в это будущее. И вы знаете, по ту сторону экрана сейчас сидят прекрасные женщины, красивые девушки, которые могут выбрать не самую хорошую женскую судьбу. И кажется, почему так? Вроде все при ней, вроде молодец, вроде голова на плечах, почему так? Еще раз, как вы видите свое будущее, так оно и начинает перед вами разворачиваться. И ведь нередко человек, попадая в ситуацию, о которой он даже мечтать не мог, он так сильно боится, что он этого не достоин, что опять же пытается это саботировать. То есть пытается представить, как это разрушается, как он снова остается у разбитого корыта. Неспроста эти сказки так хорошенько впечатываются в наше, порой незрелое сознание. Так вот вопрос, куда вы себя двигаете в жизни? И отвечая и Ольге, и любому другому человеку, который спрашивает себя, возможно ли эти чудеса? Абсолютно возможно. Возможно ли они только за счет применения техник и никаких действий, и, как говорится, человек продолжает сидеть, как Емеля на печи? То, конечно же, нет. Именно потому, что для реализации чуда важна ваша готовность. Человек, который не готов действовать, он не готов ничего получить. Я очень надеюсь, мне удалось довольно лаконично, но очень понятно ответить на такой интересный, довольно важный вопрос. А сейчас я, в свою очередь, хотел бы задать вопрос вам. Скажите, пожалуйста, откуда вы думаете, у человека может быть желание получить что-то, ничего не делая, просто за счет каких-то волшебных техник и заклинаний? Как вы думаете, откуда растут ноги у такого желания? А я оставляю вас с этими немаловажными мыслями и прощаюсь с вами до следующей недели, а, возможно, до следующего года. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok